Вот начали уже. Ну что, начнём, господа присяжный заседатель. Добрый вечер, добрый вечер. Сегодня о чём поговорим? Я предлагаю поговорить об истории, о тех моментах, которые встречаются в диалогах Ютуба между блогерами и просто людьми России и Украины. А, спорные вопросы? Ты имеешь в виду спорные вопросы? Да, просто там эти все спорные вопросы, их нужно как-то... Они с подковыркой идут и запутывают, и очень много вранья. Вот это вот некрасиво. Потому что история, тут как ни крути, а у всех, кто жил в Советском Союзе, в Царской России, всё это общая история. И как-то... Ну, некрасиво это получается. То есть, брехать. Ну, не надо брехать. И подкатывает такая дата, вот сейчас 2021 год, да? Очень интересное совпадение. Вот серьёзно. 130 лет, как США помогли Царской России с голодом в России, помогли выбраться. 100 лет, как США помогли Советской России молодой голод 1921 века. 80 лет, как США помогли Советскому Союзу, Великая Отечественная война началась. И 30 лет, как Новая Россия после развала Союза, и как США опять помогли. Это мелькнуло в диалоге не так длинно, а очень коротко, когда блогер с Украины сказал, что русский народ, Советский Союз должны быть благодарны как минимум 4 раза США. Вот я и решил. Может, немножко так, более-менее по полочкам. США вообще должны быть благодарны за то, что мы первые признали её. За своё существо. Она должна нам благодарна быть вообще полностью всегда. Без конца и края, блин. Поэтому, в принципе, да. Вначале можно было... Ну, я хотел это на потом приберечь. Действительно, когда гражданская война была в США, Россия помогла. Эскадра России стояла на Тихоокеанском побережье США и не подпустила близко ни британцев, ни французов, никого вообще, чтобы эта война гражданская не переросла в мировую, которая чуть не переросла опять, когда вот была с Советской Россией в начале 20 века. Но, опять же, как преподносят 1891 год, когда был, как пишут вот эти вот, как брехуны, в связи с жестоким неурожаем 1891 года, охватившим юг Россию по Волжье, на огромной территории страны начался голод, усугубившийся, продолжавшимся экспортом российской пшеницы за границу. Итак, теперь вот с этого маленького предложения можно, в принципе, и начать. Только сухая статистика, никаких там вымыслов или что-то еще. На огромной территории страны, на огромной, это подчеркивают те вот брехуны, потому что голод охватил 16-17 губерний из 70, которые были в Царской России. Легко согласиться, что 16-17 губерний по территории, ну, никак не могут превосходить большую часть территории государства, потому что на этой территории, где был голод, проживало 36 миллионов человек, а население России было 120 миллионов. Поэтому огромной территории, как оно весомо звучит, это чистая брехня. Часть страны, да, действительно была, но огромная территория, ну, слышится, слышится, как будто, ну, больше 50% территории точно. Ну, а теперь, да, если пойти детально, то есть что тут приходилось делать? Приходилось переводить пуды в килограммы, килограммы в тонны и выводить цифры. Работа была занимательной, ну, интересная, правда. И вот что получилось. Я взял за основу 36 миллионов проживающих на этих территориях. Из статистики предполагалось, что человеку для того, чтобы прожить достаточное количество, иметь пшеницы с осени до весны следующего года, необходимо было 14 пудов. 14. Это был не только покушать, это еще был осенний посев, и еще и весенний посев. Все было учтено. Что получилось? Пуд, это 16 килограмм. 16 килограмм, да. Вот. Всего, всего, я потом перевел все это, пуды перевел в килограммы, килограммы в тонны, и у меня вышло, что нужно, необходимо для нормального существования, нормальной жизни 2,5 миллиона тонн. А теперь начинаем высчитывать. Полтора миллиона из 2,5 миллионов дало государство, само Россия. В эти губернии. Официальные благотворительные учреждения. Императорская семья, благотворительность, вплоть по всей стране до Бухара, до Бухарского эмира, туда же в Среднюю Азию, они все вместе пожертвовали, и вся сумма составляла 205 тысяч тонн. Итого мы имеем 1 миллион 700 тысяч, и из США пришло, пусть это небольшая, пусть это небольшая часть, 13 тысяч тонн, пусть это немного, посреди тем, что там делала Россия, но это все равно, это помощь, это помощь народа. Это не государственная помощь, это помощь народа США, который помнил о том, что 30 лет назад российская эскадра прикрыла тылы Тихоокеанского побережья США. Они помогли, и они помнили это всегда. Вот народу в этом не откажешь, они всегда это помнили. Идем дальше. По правилам, всегда в стране должен быть запас хлеба на случай неурожая. Ну, поскольку, ну да, у России такое бывает исторически, расхлябанность, авось, ну это да. Зона рискованного земледелия. Да, да, да. Так вот, вместо 100% было только 14% резерва неприкосновенного запаса. И это было 350 тысяч тонн. Потом на остатке оставалось, на остатке, сколько было необходимо. Необходимо было буквально, ну, где-то тоже те же самые 300 тысяч тонн. Это для того, чтобы полностью прожить. Так вот, я не понял только одного. Государство США, как государство, предложило заем в 75 миллионов долларов. Ну, вот честно я скажу, я высчитывал по ценам, которые были на то время на пуд хлеба. И туда, и сюда. Ну, на 75 миллионов можно было купить на два урожая вперед. То есть, на два года вперед. Зачем взяли такую сумму, честно скажу, я не понял. Она просто не нужна была. Но, когда я начал ковырять мелочи, у меня сложилось впечатление. Рассказываю. Для того, чтобы облегчить людям, тем, кто там проживает, и те, кто может работать, физическим людям, которые физически крепкие, и все, государство специально делало проекты, для того, чтобы люди работали. Они выезжали из этих территорий и работали на других территориях Царской России. Конкретно, был проект постройки железной дороги из Туапсе в Новороссийск. Возглавлял эту стройку генерал Аненков. Это чиновник. Он сам генерал, но он еще и был чиновником государственным. Так вот, ему выделили 10 миллионов рублей. Он должен был привлечь на эту стройку людей именно из этих регионов, которые пострадали от неурожая. Ну и что он сделал? Правильно. Он оттуда никого не привлек. Он деньги разбазарил. И закончилось дело судом. Ему дали пинка с государственной службы. И через суд обязали возвернуть все деньги в казну государства. И вот по такому мелкому цинизму, мне вот кажется, что 75 миллионов долларов Россия взяла на тот случай, если разворовали их где-то еще больше. Потому что столько денег действительно, действительно не нужно было вообще. В то время был прекрасный человек. Как говорится, я его уважаю. Это был фотограф по фамилии Дмитриев. Он выложил огромное количество фотографий. Вот в этих регионах он ездил, все снимал. То есть вранья уже быть просто не может. Так вот, все фотографии, которые там были, никто от голода нигде не умирал. За столами, общественной столовой, все это было, да, в огромных количествах. Но дело все в том, что там только старики, женщины и дети. А никто там, крепких мужиков там вообще близко не было. Потому что им не положено было. Им не нужно было вот это дополнительное. Так получается. И смертность, которая была по этому региону, она была в своей норме. Умерло 400 тысяч человек из 36 миллионов. Но это был ТИФ, это была холера, это были эндемические заболевания. То есть заболевания, которые свойственны этому региону по болезням. Ну, а несколько человек, специалистов, которые действительно разбирались с этой темой, они так и не нашли смертности от алиментарной дистрофии. То есть дистрофии от голода, которая приводит к смерти. Поэтому говорить о чем-то, что это было просто спасение и нужно бегать и молиться в Белый дом, нет, тут просто помогли, в основном помогли, конечно, люди, да. Пускай немного. Но народ России благодарен народу США, так же, как народ США благодарен народу России. Без всяких апофеозов или претензий. Я скажу даже больше того, что было создано в пяти штатах комитеты помощи. Это все частные, никакое государство там не участвовало. Они начали сбор средств. Был создан флот, назывался флот голода. Пять кораблей. Они только на благотворительность частную. Они обеспечивались 13 тысяч тонн, которые поступили с этими пароходами. Это была не только еда. Это были медикаменты. Это была одежда. И продукты питания. Так вот, что получилось? Когда флот прибыл, да, всем известны две картины великого мариниста Айвазовского. Одна посвящена прибытию корабля в порт в Санкт-Петербург. И вторая, это в деревню въезжает на санях обоз с хлебом. И развивается флаг США на первых санях. Это чисто символическая такая картина. И она подарена в частном. Она сейчас находится в частном музее в США. Но дело в том, что вот те, кто очень топит за США, как она спасала все время Россию, они пишут о том, что эти картины нужно почаще выставлять в России, чтобы народ молился и плакался на Белый дом. Вот это вот все глядел. Понимаешь? А дело в том, что как вот этим вот товарищам объяснить, что они находятся в частной коллекции? Но обратитесь к ним, если частник захочет. Ему что, жалко эти картины выставить? Ну проблем-то нет. Но если вы такие крикливые и так топите за Штаты, но обратитесь, а пускай выставляют. Но об этих картинках и так все знают. Мало того, в то время в России это вообще действительно было очень красиво сделано. Там цесаревич Николай и власти Петербурга, Москвы, они организовали приемы. Благодарность американской делегации, которая прибыла на этих кораблях. В московских новостях писали трогательные заметки. То есть никто ничего не скрывал. Помощь народа – это замечательно, это прекрасно. Женщины в Штатах, они сдавали свои браслеты, драгоценности. Там даже было про мальчика, который сапожник. Он почистил, по-моему, если я не ошибаюсь, 70 пар обуви на скреб 3 доллара и отдал в фонд помощи в России. Мужчина пожилой похоронные 20 долларов тоже сдал. Ну да, это все замечательно, это все красиво. Это все сделал народ. А государство, единственное, что я не узнал, только они дали 75 миллионов без процентов или проценты все-таки какие-то крутнули. Ну, Белый дом, я не в курсе еще, честно говорю. Но у меня такое подозрение, что, наверное, все-таки какие-то проценты были. Поэтому там от голода никто не падал и не кричал. Люди помогли друг другу, это нормально, я считаю. Это по-человечески. Помогали все. И транспортные компании частные, чтобы можно было провозить по железным дорогам. И оплачивали из частных рук, оплачивали... Нет, морские компании, по-моему, два судна вообще бесплатно. Бесплатно отдали на фракт, чтобы отправляли. То есть это все делали люди. Деньги переводились, да, деньги переводились через консульство России в США на Санкт-Петербург, на фонд Льва Николаевича Толстого. Он принимал в этом очень большое участие. И деньги поступали. Вся сумма, которую перевели в наличных, в наличных, это было 1 миллион долларов США. То есть вся эта помощь, которая поступила. Поэтому говорить о том, что это было жестоко, и там что-то сыпалось, люди лежали просто на улицах, это все не получается, не получается. Поэтому тему эту трогать, говорить о ней можно, как о дружбе народов, как о помощи народов, скажем так. Но говорить о том, что это все нужно взять и молиться, это извините. Ну, перейдем к 1921 году. Ну, здесь вообще интересная очень история. Начнем с того, что голод в России начался не в 1921 году. Он начался раньше, в 1917 году, когда у власти было временное правительство, а большевиков и близко не стояло. Уже тогда начались первые огромнейшие демонстрации. И главный лозунг был это. Хлеба и мира. Это то, что хотели люди. Ну, хлеба уже действительно тогда катастрофически не хватало. И когда наступил голод 21 века, здесь, безусловно, что засуха, да, я не снимаю этого действительно причиной. Но на первое место все-таки я ставлю эта война, которая длилась 7 лет практически без перерыва. 7 лет. Вот это было первое. Потом, согласен, действительно засуха, ну, то, что там была жесткая продразвертка. Продразвертка, да, она была, она вынуждена была быть. И говорить, что она была жестокая такая, можно, говорить можно. Но дело было в том, что стоял сам вопрос о существовании первого государства, которого в мире такого еще не было. Поэтому Владимир Ильич, он тоже не зря взял и НЭП протолкнул там в политическую, эту новую экономическую политику, поняв, что это один из выходов, который может выручить. И начнем еще с того, что из Сибири, из Сибири, вот что интересно, об этом почти не говорят. В Сибири были миллионы пудов пшеницы, зерна, которые не могли вывезти в Поволжье, чтобы помочь. И в европейскую часть России. А почему? А потому что саботаж был бешеный. Просто бешеный саботаж. Именно поэтому на пост народного комиссара железной дороги поставили Феликса Эдмундовича Дзержинского. Правильно. И правильно сделали. Потому что вопросы жизни и смерти страны, и тем более ее народа, должны решаться быстро и жестко. Я, конечно, дико извиняюсь за такой параллель, не очень, может быть, корректную. Но я изучал когда-то, несколько лет назад, тему, как мир, цивилизации выходили из ой, как бы сказать, из канализации, когда наконец-то начали делать, чтобы города не воняли. Вот так вот, скажем. Я вот этим занимался. Так вот, когда в Нью-Йорке уже просто невозможно было перейти через дорогу, то есть тупо стояли ребята крепкие, в сапогах. Если какая-то мадам хотела перейти на другую сторону, она кидала ему монетку, он ее брал на руки и шел по конскому навозу, шел, переносил туда, там ее ставил, потом шел на следующий. Это была своя мафия, на этом зарабатывали, все было нормально. Так вот, чтобы с этим покончить, на эту должность поставили человека военного. Это был, по-моему, полковник или генерал. Через полгода Нью-Йорк не узнать было чистота и порядок. Потому что действовал по-военному. Вот так поэтому и поставили Дзержинского. Потому что, когда нужна твердая рука и четкая дисциплина, конечно, будет по-другому все. Так вот, еще хотел бы пару слов сказать, что саботаж или там какое-то воровство на железных дорогах с этим продовольствием, вот только вот, чтобы брехуны не свистели. Было и еще какое. Чего только стоит буквально две строчки из моей любимой книги «Золотой теленок». Александр Иванович Корейко. Это же не я написал, это Ильф и Петров. Это Александр Иванович взял и умакнул состав целой железнодорожной с продовольствием, который шел из Полтавы в Поволжье. Тут, конечно, тут легко, да разве тут можно не понять, сколько вот таких вот составов, даже когда дороги поставили, угоняли просто и продавали налево и направо. Потому что был НЭП и те закупали по большим ценам. Бандитизм тогда был жутчайший, просто жутчайший. Давайте, это мы, скажем так, это было после революции, да? Давайте мы вспомним бандитизм в 90-х и примерно представим себе картину. Только там в три, в четыре раза больше, потому что там вообще все сломалось. Понимаешь? Поэтому я... Оно, кстати, напоминает, да, да, когда страна переходит совершенно в другое... Когда государство рушится и все государственные структуры рушатся. Власть в руки берут бандиты. И это все, это нормально, как бы, это во все времена уже века. К сожалению, такое, да, это да, такое оно есть. Вот. Поэтому хотелось бы даже сказать, что вообще-то Россия не молчала. И Россия просила помощи у мирового сообщества. Вот, честное слово, вот почитать эти дебаты в Лиге Наций, это... Вот я читал, ну, за голову хватался. Значит, ну, издевательство в чистом виде. Идет разговор о том, чтобы помогать или не помогать России, точнее, большевикам. Вот так вот вопрос стоял. Что сказала представитель Югославии? Это ж только вдуматься, елки-палки. Он заявил прямо, что помогать они России не будут. Вообще. Потому что из двух зол голода и большевиков они предпочитают, чтобы они померли с голода. Нормально, да? Вот. И тут что произошло? После этой речи на трибуну, тогда она называлась Лига Наций, ну, Организация Объединенных Наций, Лига Наций называлась, рванул всемирно известный путешественник Фритов Нансен. Ну, все слышали про Нансена. Это... Что он сказал? Он, кстати, отличался человек прямотой. Искренне прямотой. Он обвинил всех, что путем голода они хотят решить проблему большевизма. То есть, политизировано. И встал вопрос, как там насчет человечности? Как там насчет гуманизма? Как там насчет европейских ценностей? Я уже молчу про это и про все остальное. Вот и все. И тут начинается вторая интересная такая, как говорится, глава. Современные брехуны, я не знаю, как еще их там называть, начали орать, что вот Великая Америка спасла Советскую Россию и оторвали от сердца 80 миллионов долларов. Ну, начал я ковыряться в источниках, до чего я докопался. Что, значит, получается? Сумма денег, затраченных на помощь России, была такая организация, ну, так, АПА или АРА, кто хочет, так читает. Это Американская помощь администрации. Она занималась вот этими вот поставками в Советскую Россию. Значит, они поставили 78 миллионов долларов. Не 80, 78. 28 миллионов это деньги государства США. Именно официальная помощь. 13 миллионов это деньги Советской России за золото, которое было отправлено и куплено на 13 миллионов. Они входят в эту сумму. А все остальное, там 40 миллионов почти, это все опять собрал народ. Тот народ США, который был благодарен народу России за помощь в том, что они существуют. Вот и все. Плюс к тому, европейские организации сами тоже после войны, разруха, все, они кормили, кормили, они помогли прокормить примерно полмиллиона голодающих. Это факт, и от него мы не будем отказываться ни в коем случае. Это помогали страны, народы, Европы, кто как хочет, может говорить. Но вернемся к США. И что мы теперь имеем? Из 80 миллионов, о которых нам постоянно мозги прочесали, да, в этом году 100 лет, оказалось, что не 80 миллионов, а 28 миллионов дало государство. 28 миллионов. Мне было интересно, вот серьезно, пускай я упертый, тупой, ну, вернее, упрямый, как хочешь, да, но мне было интересно эти 28 миллионов. А что это было? Просто было интересно. Это что было? Я проверил таки, да, что получается? Когда внимательно читаешь, нужно вылавливать всякие мелочи. Это знает любой здравомышлящий человек. И я постоянно натыкался. Американские пайки, американские пайки. И вот так вот сидишь и думаешь, ну, пайки, это чисто на зоне где-то паек там есть покормить, но это еще и военный может быть паек. И вот я начал соображать, что-то здесь не то. Мне эти пайки как-то очень заинтересовали. Ну, начал ковырять, нашел. И когда выяснилось, когда США готовились к интервенции в Россию, которая еще была полусоветская, полу-несоветская, большевики, то ли да, то ли нет. То есть, когда это была интервенция, антанта, все вместе. Так вот, государство США закупили у частных производителей неимоверное количество военных вот этих самых пайков, потому что они рассчитывали на очень длительную и долгую войну, чтобы большевиков снести. И получили они за это прибыль, вот эти вот частные компании, которые делали пайки, почти 50% чистой прибыли получили. Для тех лет это очень много. И вот, когда мне в начале 80-х довелось побывать в Мурманске, ну, я Мурманск говорю так, мурманчане свой город называют, Мурманск. А Мурманск, да. И мне подвернулся дедуля. И мы с ним, ну да, ну и что, что в кафешке. Вот. И он мне рассказал интересные вещи. Я даже, я же не подозревал еще тогда, просто я запомнил и сейчас оно выскочило. Он, когда был маленький, у него одна нога короче другой, в армию нигде его не брали. И он был при складах. При складах вот тех, которые были, где были там, зашли американцы в Архангельске, в Мурманске. Он и там был, и там был, он рассказывал. В общем, там было столько продуктов, вот, для военных, вот эти вот самые пайки. Говорит, склады были неимоверно огромные, все было забито, просто забито, потому что США готовились к длительной войне, а большевики хрясь и нарушили все их планы, они за полтора года всех повыметали. А чего было делать с такими огромными запасами продовольствия, этими пайками? Ну вот честно, я ни в чем не собираюсь кричать, что вот они плохие там, или хорошие, или что-то, и что, но я прекрасно понимаю, что вот США, они даже, ну, им не по-американски влетать в убытки, потому что эти пайки остались без дела. Да они взяли все, и на 28 миллионов отправили эти бесплатные пайки. Во-первых, это покажет, что они гуманизм проявляют, государство, я имею в виду, как государство, а во-вторых, надо из минусов как-то тоже выскакивать, неудобно в минусах сидеть. Это не по-американски, но дело даже не в этом, дело даже не в этом. Дело в том, что вот эти все миллионы, они копейками кажутся, копейками, и в отношении чего кажутся копейками, я сейчас коротенько скажу. Дело в том, что голод в Европе наступил на два года раньше, чем в Советской России в 19-м году. И вот у муж непостижимо, в России пускай мрут там десятки миллионов, а вот в Европе тяжело. И специальные заседания Сената США зимой 19-го года они собрались и был принят закон о помощи голодающей Европе. Так вот, они оказали действительно помощь финансовую, да, но под долговые обязательства государств. А тут ты же не соскочишь никак, долги надо возвращать, как ни крути. Я не хочу говорить, какая была правильная точная сумма этих займов и всего прочего, но цифры прыгают разные, у меня в среднем получилось, если кто-нибудь может, пусть подправит. Я же не против, я наоборот, за информацию открытую. У меня получалось 80 миллиардов на 80 миллиардов. Скажите мне, по сравнению с этими 28 миллионов, что такое 80 миллиардов, вы себе представляете, это же вообще день и ночь. Ну, они такие, какие они есть, штаты, неплохие, нехорошие, я ни в чем не обвиняю. Они вот такие, все. И, кстати, помощь-то оказывала кто для них. Та же самая американская помощь администрации, те же самые ребята, что в 19-м помогали Европе, в Западной Европе, через два года помогали Советской России. Вот. Теперь мягко перескочим к Ленд-Лизу. Давай. Это 41-й год. Вот, честно, я особо не люблю эту тему мурыжить, потому что начинают влезать с такими мелочами, а вот там что-то было, как нехорошее оборудование присылали там из США, или техника была устаревшая, или что-то еще. Я сейчас не про это хочу сказать, я хочу сказать несколько слов о помощи, которую оказал Советскому Союзу в войне с противником. Оказала маленькая и незаметная страна. Монголия. Монголия, да. Как ты догадал, вот у тебя что, в голове сенсор такой, бац. Да, вот серьезно, я вот сверял, ну это поразительно, действительно, вот почему люди могут жить скромно, без криков и воплей. Вот почему? Я даже не говорю о том, что Монголия, они то, что из США пытались лошадей, лошадей, водным транспортом, ничего не получилось, невозможно. Монголия поставила полмиллиона лошадей. Вот. Ну, больше никто столько не поставил лошадей, но ведь Монголия же не кричит, вот, если бы, вот это вот, если бы, вот за этого нужно просто давать по шее, когда начинается, а вот если бы то, если бы то, и т.д. и т.п. Это очень некрасиво. Это низко. Вот. Они поставили полмиллиона лошадей, они об этом не кричат, ничего, все тихо и спокойно. А полушубки? А полушубки все из чего были шиты? Из монгольских шкурок? В смысле, арчины? Вот сейчас, вот сейчас вот возьмешь и будешь... Ты мне... Пожалуйста, Тань, можно я скажу? Да. Нет, я понимаю, что люди нормальные, кто... Это к тебе тоже относится, все. Все прекрасно помнят и понимают, да. Вот кто-нибудь слышал когда-нибудь о караване верблюдов в тысячу голов? Тысячу голов верблюдов. И такой караван был. И он шел из Монголии, там было более пяти тысяч фуфаек, там было десять тысяч полушубков, там было двадцать две тысячи пар носков. Это все варежки, верблюжья, шерсть. Были собраны мясо, то, что там мяса было немного, ладно, неважно. Там были даже собраны деньги, людей просто отдали, чтобы один танк построить. Один танк. Вот. Ну, я понимаю, нет, я понимаю, что глупо сравнивать ленд-лист, да, и вклад в Монголию. Такой товарно-денежно-политический проект... Монголия в ООО и Америка в ООО. Да, да, то есть, если сравнивать по населению 133 миллиона США и 800 тысяч Монголия. Ну, вот, они же даже это кочевники и все, но, тем не менее, страна выжимала из себя все. Там был в 42-м, по-моему, в 43-м году был голод, а они работали и отдавали, они все, все, что можно было, там был повышенный рабочий день, там были постоянные сборы, средства, там были субботники бесплатные, все. На их деньги была, я, насколько помню, эскадрилья самолетов была построена, называлась она Монгольский Арат, и революционная Монголия это было танковое подразделение, вот, я так просто по памяти помню. Дальше, значит, насчет тушенки, вот, хотелось бы, чтобы остудить головы, да, США поставили по ленд-лизу 665 тысяч тонн тушенки, 665, малюсенькая Монголия поставила 500 тысяч тонн, но тихо, скромно, никто не кричит, не тыкает в глаза, вот, они просто, они выполнили то, что они должны были сделать. Теперь, по шерсти, вот, ну, ты знаешь, куда бить сразу, ты это сказал, да, Монголия поставила больше США на 10 тысяч тонн шерсти, ну, что, они кричат об этом, кто-то должен бегать и кланяться, нет, Монголия всегда знала, что есть северный сосед, который никогда на нее агрессивно, к ней агрессивно не относился и всегда поможет, если что, вот, более тонкий технический момент, очень важный, очень важный компонент для снарядов против, как они назывались, бронебойные, бронебойные, это по танкам, по броне, которые лупят, да, туда входит такой элемент, элемент металл вольфрам, вольфрам был в Советском Союзе, да, там были разработки, но очень резко подскочила необходимость в этом вольфраме, пока начинались разработки, все, а в Монголии он был, это была единственная страна, которая поставляла вольфрам в Советский Союз, ну, вот, можно сейчас, конечно, те, кто топит, типа, ура, патриоты, вот, которые просто тупо топят, начали бы орать, что вот, если бы не Монголия, а что бы было бы с противотанковой артиллерией Советской Армии, да, все, мы бы не смогли, мы бы проиграли, нет, ребята, помогли, это хорошо, это народ помог, все, коротко, без криков, без ничего, кстати, снаряды, снаряды, вот эти бронебойные, да, они прошибали, они прошибали тигров со расстояния в полкилометра, вот, но о том, что это помогло, все, победе, тоже кто-то особо не кричал, но я считаю, что это, в принципе, нормально, вот, что еще по поводу вот Ленд-Лиза, победы, все, понимаешь, в чем дело, я вот скажу так, вот как для меня, да, для меня это была победа в войне, это было братство, братство по оружию, вот мое мнение просто, победили все вместе, но кого-то перетягивать что-то, просто не хочется, это в памяти тех жертв, которые люди отдали свои жизни, многие, да, это было страшные потери, все, но ужас, я не хочу, когда начинают кого-то слишком восхвалять, кого-то слишком оскорблять, это некрасиво вообще, начиналось-то с чего, началось-то с того, что вот эти вот типа псевдоисторики, правдаисторики, правдаисторики подняли крики о том, что гораздо раньше, чем подписали по Ленд-Лизу соглашение, уже, а уже, а уже пошли караваны с помощью, вот, но это я тебе скажу, это чистая брехня, потому что был подписан договор по Ленд-Лизу на московской конференции, он был в конце сентября, в начале октября 41-го года, а вот эти вот брехуны начинают орать, что первый конвой с помощью пришел уже в августе, вот, вот за что вот не люблю, вот эти вот мелкие пакости, которые вот, это низко, это низко и некрасиво, тогда, да, действительно, 31 августа 41-го года действительно прибыл первый конвой, у него было название Дервиш, вот, но это была не помощь по Ленд-Лизу, это был договор, который был подписан по прямым поставкам между Советским Союзом Британией, это было куплено за, как говорится, за наличку, потому что вот тот эсминец, британский Эдинбург, который, которого потопили в Баренцево море немецкие подводные лодки, вот он вез пять с половиной тонн золота Советского Союза, вот это и были поставки по этой плате, за золото, это были прямые платежи, как говорится, если так, по-простому уже, значит, дальше что было, Советский Союз, вот, серьезно, вот, постоянно вставляют, вот, если бы не бронь, не броня, не броня, которые поставляли, вот все, капец бы, ничего бы танков не было, ничего бы не было, и груды всякой гадости льют, так вот, что я бы хотел сказать, дело в том, что Советский Союз поставил по обороту, по возврату, порядка 32 тысяч тонн марганцевой руды и 130 тысяч тонн, если не ошибаюсь, хромовой, так вот, это были компоненты, которые не хватало там на Западе для нормального качества брони, поэтому броня, извините, ты как ни крути, но она все-таки частично еще из Советского Союза, а то, что там поработали, да, это никто скажет, абсолютно глупо, то бы Советский Союз, кстати расплачивался не только золотом, Советский Союз расплачивался и платиной, золото само собой, шел лес, пушнина, черная икра и даже красная рыба, все шло в оплату, по мере возможности, вот, то, что постоянно вот мусолят, техника была американская, там, или британская, начинают это вот мурыжить, ну, я считаю, это просто, ну, красиво, какая бы техника ни была, на ней можно было сражаться, сражались, применяли, и никто не кричал, что вы на липу подсовываете и туда-сюда, это, вот, если сравнить с гражданской войной в Испании в 37-м году, которая была, вот там, да, там немецкая разведка действительно работала красиво, туда продавали оружие испорченное республиканцам, вот это было такое, да, а с Британией и США шло все и никто, ну, нет смысла кричать о том, что что-то плохое, возможно, техника была в чем-то устаревшая, не совсем удачные какие-то были конструкции, все, ну, даже вот этот знаменитый американский истребитель Аэрокобра, вот сколько на него бочку катят, ну, просто ужас, вот я с малых лет любил смотреть, любил читать книжку Александра Ивановича Покрышкина «Небо войны», и там он на Аэрокобре по-моему больше всего самолетов сбил, да, у него были свои особенности, и я еще с малых лет помню, когда летчик был подбит и выпрыгивал из кабины вылетал с парашютом, часто заднее оперение било по ногам и могло искалечить человека, вот, это я помню еще с детства, мы летали и в противовес этим вот брехунам и болтунам, которые говорят, что постоянно замалчивают помощь Полин-Лизу, вот, в современной литературе, и мало говорят, нужно больше говорить, а читаешь вот книги 60-х, 70-х Советского Союза, постоянно встречается, или, 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 Катюши на Стюдебекерах, а Виллисы постоянно, аэрокобры все время, даже Китти Хаук, этот самолет тоже постоянно встречается очень часто, вот, но что интересно, что говорят сами американцы, вот интересно, что американцы об этом говорят, говорят, так вот, там был человек, его звали, Гарри Гопкинс, вот это вот человек, который отвечал за практическое выполнение сроков Полин-Лизу, вот, человек, вот, уважаю, действительно, он делал все, что только мог, и, если не было поставок, по-моему, в 43-м году, с января по сентябрь, не было вообще ничего поставлено в Советский Союз Полин-Лизу, то это была не его вина, тогда готовились к высадке на Сицилии, по-моему, очень много уходило туда, но об этом же никто не кричит, а вот вы нехорошие такие, вы нам 9 месяцев ничего не давали вообще, ну, ситуация такая была, что какая-то, так вот, этот Гопкинс сказал, что мы никогда не считали, что наша помощь Полин-Лизу является главным фактором в советской победе над Гитлером на Восточном это его слова, дословные, и он сказал, что победа была достигнута героизмом и кровью русской армии, вот, ну, здесь человек реально, реально все это видел на своей шкуре все это испытал, поэтому он действительно очень сильно помог, я даже, да, в Белом доме, да, понимали, что действительно необходимость поставок в Советский Союз есть, и что сам Ленд-Лиз это, да, военно-финансовый политический проект, да, вот, но после войны-то что произошло, почему так сильно начали, пошли, пошла ругань Советского Союза США, дело в том, что США взяли и списали долги по Ленд-Лизу всем, кому давали, кроме Советского Союза, ну, знаете, ребята, это уже откровенное хамство, давайте как-то разберемся, потому что это некрасиво, вот, ну, и хотелось бы, конечно, заканчивая по Ленд-Лизу, хотелось бы слова такие напомнить, это был разговор между сенатором Джорджем и государственным секретарем, по-моему, США, с Тетениусом младшим, это человек тоже очень интересный, кстати, он написал очень хорошую книгу о Ленд-Лизе, очень такая она действительно обстоятельная, и главное, что она действительно правдивая, вот, вот, тоже встречаются честные люди в США, что ни говори, даже на уровне госсекретаря, так вот, он много говорил о том, что мы должны были эту помощь сделать, иначе бы погибло больше наших солдат, ну, да, так он сказал, что кровь наших солдат и слезы наших матерей оценить вообще невозможно, то есть, так же само должны были относиться в Советском Союзе, собственно говоря, и к своим, но положение было, конечно, гораздо хуже, я не говорю, и не люблю тех, кто начинает, вот, верещать, вот, США, у них не было бомбежек, их не бомбили, у них промышленность работала, перечислите статистику, сколько сотен предприятий разрушено, как на пустом месте нужно было создавать и все прочее, они работали так, как они работали, работали люди, они помогали, а я как был, мнение, вот, придерживаюсь, помогло братство по оружию, и солидарность в этом отношении, все, вот, ну, что еще, если честно, вот, 1991 год, вот, пусть меня ругают, пусть на меня кричат, ну, единственное, что я помню про эти, как их называли, курицы Буша, или как там, окорочка, окорочка Буша, да, точно, вот я, честное слово, я не помню, я помню, запомнил только одно, реклама, и там понибудь что-то летит, и говорит, вот, полетели, полетели окорочка Буша, точно, точно, я больше ничего не помню про эти окорочка, не было у меня никаких окорочков, может быть, я выпал как-то из времени, или просто это обошло меня, я не в курсе, вот, серьезно, если бы, я помню в продаже, а так, чтобы кому-то давали, не в пользу, просто, вот, продажи их было полно, да, Таня, на этом спекулируют, со страшной силой, и вот просто хотелось бы, честно, люди, которые вот смотрят, твои ролики на ютубе, достаточное количество людей, чтобы они просто поделились своим впечатлением, вот, хотелось бы просто узнать, первое, вот то, о чем орут брехуны, без окорочков, все, помер бы, благодаря окорочкам, я остался живой, вариант второй, окорочка, дополнили, мясной стол, ну, так скажем, да, вот, чтобы было понятно, как, на каком уровне оно действительно было спасение, и в очередной раз благодарить этот бизнес-проект. Я тебе скажу, что в продаже эти окорочка появились, и я вот, как сейчас помню, да, они были далеко не дешевые, то есть я помню, что мы покупали эти окорочка, да, но это, мы покупали эти окорочка не как продукты на каждый день, а как на праздник, знаешь, ну, вот, когда покупаешь что-то, подороже. Поэтому я не помню, что я не думаю, что у тебя окорочка там кого-то спасли, понимаешь, их же, ну, может быть, где-то кому-то, они перепадали там за бесплатно, да, может, какая-то помощь там, но я помню, но я помню, что я их покупала. Таня, я согласен, но ведь с враньем надо бороться, ну, извиняюсь, конечно, за такую стандартную фразу, потому что, когда слышишь об этом, что в очередной раз нужно бежать, вот за эти вот окорочка, бац, и на коленке перед Белым домом молиться, ну, просто действительно хочется узнать, действительно ли, вот так помогло людям, пусть люди, комментарии, они могут высказать свое мнение, это, я думаю, будет вполне нормально и честно, вот, просто мне не попались вообще эти окорочки, я не помню, я помню, один раз мы ехали с товарищем по трассе, ну, в Киев гоняли туда-назад, ехали, и по дороге что-то взяли, что-то, какую-то курицу или что, я никак не мог ее переживать, я не мог понять, тут всегда, здесь было, в Советском, при Советском Союзе, мы тут катались, на этом базарчике, всегда было так все вкусно, а это, а тут что-то было вообще непонятное, может быть, это были, я не знаю, их так было много-много-много, они такие все-таки, они красивые, до безумия были, внешне, уже такие поджаренные, все, а когда покушали, что-то я не того, может быть, это было оно, я не знаю, я не хочу брать, я хочу брать, вот, это, Таня, это вот и есть та вот тема, о которой мы говорили, четыре раза, когда Россия, Советский Союз, и постсоветская Россия, должны были благодарить США, вот, ну, не красиво спекулировать на этих вещах, если разбираться, то, я думаю, что помощь народа друг другу, это замечательно, это нормально, абсолютно, а вот это все вытягивать, для, не знаю, для пиарства, или как там, хайперства, или как там еще называется, я знаю, я знаю, что я тебе скажу, вот, такие вот вещи, они, стараются их забыть, когда начинается вот такая вот, как говорится, сранье, да, срач начинается между странами, вот, я сильно сомневаюсь, что в Америке преподают и рассказывают, как они вообще появились, кто их признал, вот, есть ли у них, знаешь, в школах, ты прямо цепанула за одно место, да, слушай, ну, да, я такой по натуре, такой, как въедливый, как каустик говорится, да, в общем, пару лет назад я залез в школьные учебники США, мне было интересно, что им там преподают, все, я, по-моему, добрался до шестого класса, я наугад, наугад ткнул, там эти учебники электронном виде, их там полно, все, что хочешь, я сильно сложное не хотел, и я выбрал историю, но историю не США, а историю освоения Южной Америки, как преподносят это в школах, все было хорошо, до того, я прочитал, 15 тысяч лет назад в Южную Америку появились первые люди, 15 тысяч лет назад, вот, я не спорил даже, что я спорить-то буду, не знаю, а потом было потрясающе, они прибыли с Тихоокеанских островов, там было недалеко, 3,5 тысячи километров по воде, и добраться, слушай фразу, это потрясающе, и добраться от этих островов к побережью Южной Америки было очень легко, я подумал, что я неправильно перевел, да, я попросил, попросил своего младшего, он у меня тарахтит по-английски, у него сертификат какой-то, Кембриджского университета, не знаю, за какие заслуги, что он там делал, он перевел, говорит, папа, тут написано, что добраться оттуда сюда, вот с этих островов в Америку, действительно, это слово именно так и звучит в переводе, легко, и я представил себе, 3,5 тысячи километров по воде, 15 тысяч лет назад, берем бревно, хорошо, какое-нибудь там, на бревнышке, да, но чтобы распространяться в Южной Америке, нужно как минимум, самец и сам, в смысле мужчина и женщина, или хотя бы беременная женщина, чтобы она 3,5 тысячи километров не родила до приезда туда, нужно иди знать, что будет, и я просто не представляю, как можно написать легко, 3,5 тысячи километров, это уму непостижимо, поэтому я потом тормознулся, про это образование, расскажу больше, можно, у нас еще есть пару минут, да, дело было у меня на работе, ну понятно, ночной клуб, 5-6 тысяч человек, веселуха, все, и тут я иду с начальницей, я был подчиненный, у меня начальница, и вдруг видим, стоит парень, африканец, здоровище, огромнейшее, я даже не понял, что это, показалось, какая-то скала такая, вот стоит, вот, с бородой такой, я понял, что он гость, он первый раз, он стоял, смотрел, улыбался, ему нравилось, как люди отдыхают, веселятся, просто по-человечески, у него глаза, просто аж вот, горели от удовольствия, я говорю, слушай, это, кажется, гость, я начальнице говорю, давай с ним поболтаем, потому что я по-английски уже все давно забыл, и мы подошли, поздоровались, ну, у нас была униформа, видно, что мы работаем здесь, вот, и она спросила, откуда он, он оказался американец, ну, из США, вот, и я с ним просто заговорил про образование, я не знаю почему, он сказал, что он учился в университете, но учился в университете только потому, что играл за команду по футболу, как только спонсорство закончилось, команда разбежалась, всех из университета повыкидывали, я спросил его, это единичный случай или как, он говорит, ну, вот у нас вот получилось так, я не хочу говорить обо всей стране, но обычная практика, если команда разваливается, то там достаточное количество людей, которые числятся в университете, именно только потому, что они физически подходят к команде, бейсбольной, футбольной, волейбольной, баскетбольной, чему угодно, но как только заканчивается спонсорство, все, разлетается, он остался без образования, и вот, проходит, несколько лет, я не знал, с кем я разговаривал, для меня это просто человек-то, оказался, он умер в 2016 году, это оказался боец из, я не знаю, как они называются, MMA, UMC, что-то, вот такой вот, его звали Кимба Слайс, вот, я потом спрашивал у наших охранников, ну, секьюрити, тоже ребята чокнутые, они любят это дело, они в боксе там где-то, они говорят, это же, говорит, был Кимба Слайс, ты что, никогда не видел, я говорю, понятия не имею, говорит, ну, зайди, посмотри на ютубе, вот, но он мне, то, что он мне рассказал, то он мне рассказал, я, как говорится, ничего не придумал, и получается так, что там очень много людей теряют возможность образования, только потому, что они, спортсмены, и не более, вот это я считаю, что это, в принципе, в принципе, не очень, но в отношении, вот, в Советском Союзе тоже, футбольные команды, и так далее, все, и говорили, что они, в принципе, те же самые профессионалы, и так далее, и тому подобное, а я могу сказать, поскольку у меня родственник, играл в свое время в Черноморце, очень много лет, и, ну, в Одесском Черноморце, в футбольной команде, учился, да, потому что, бывало, позвонишь, спросишь супругу, говорит, нет, он сейчас занят, у него экзамены, ему нужно готовиться, и так далее, и тому подобное, то есть, учились, учились в Советском Союзе, и в футбол бегали, и учились. я тебе больше скажу, я учусь в спортивном классе по плаванию, да, вот, нас готовили олимпийцев с шести лет, ну, садик еще, мы, я в садике, да, меня первое, потом нас в школу, ну, смотри, первая тренировка перед занятиями, потом идешь в школу, учишься, заканчиваешь учиться, тут же нас, мы шли, нас кормили, потом, значит, вторая тренировка, продленка, все это нам было организовано, то есть, я уходила из дому, там, допустим, условно, в семь часов, да, приходила опять в семь, то есть, вот эти вот 12 часов было организовано, две тренировки в день, питание, обед, да, нас кормили, и продленка, но продленка не просто, ну, нас дрючили, понимаешь, мы должны были учиться, то есть, мы даже, вот, больше, наверное, учились, потому что именно из-за продленки, потому что мы сидели в классе, стоял учитель, и ты попробуй там не сделать домашнее задание, дома ты стычканешь, да, а тут вот прям, знаешь, реально, у нас, слушай, ну, и учеба, и спорт были на, как говорится, на уровне. я понял только одно, что вот эта спортшкола и учеба, она оставляет на всю жизнь очень сильный отпечаток, потому что у меня знакомая девушка, она давно при Союзе еще, она что-то в гимнастике вот такое вот было, и она, она по характеру такая жесткая осталась, и сложновато с ней общаться, она очень, чересчур серьезная какая-то, и жесткая. Ну, понимаешь, как учишься, что в спорте, что учит спорт, вот я, да, это самая, я, если честно, у меня с его класса была самая сачкистка, то есть, где я, где спорт. Вот, но учит самодисциплиния, да, и какой-то, ну, смелости, потому что тебе надо, понимаешь, тебе надо идти, тебе надо делать. Решительность, решительность вырабатывает. Ну, знаешь, еще вот это вот осталось, надо быстрее сделать, не то, что там я ставлю на завтра, нет, надо быстрее сделать, чтобы быть свободной, надо быстрее сделать, чтобы быть свободной, вот эта вот скорость, знаешь, воспроизведение принятия решений. Ладно, тут еще и о личном поболтали. Да, Танечка, я предлагаю, если не возражаюсь, следующий ролик сделать о Финляндии, которую, которую бомбил, бомбил кошмарный Советский Союз 25 июня 41 года. Давай мы с тобой будем делать исторические экскурсы. Да, пожалуйста, я всегда за. Я всегда за. Спасибо, Семен. Это уже следующий ролик. Спасибо. Пока. Все, Танечка, здоровья, всего хорошего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok